Уважаемый Аман Губирович, Ваше Высокое Священство, Владыка Аристар, дорогие братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным событием. На Кузбасской земле, здесь, на Березовском развлезе, основано место, положен краеугольный камень для созидания храма в честь святой великомученицы Варвары, который является покровителем всех тех людей, которые в земле добывают ценности. Это покровительница шахтеров и всех тех, кто работает не только с углем, но и с металлами, тех, кто работает в опасных и трудных условиях. Причем, святая великомученица Варвара, которая пострадала в глубокой древности, одинаково почитается и на Востоке, и на Западе. И она является покровительницей шахтеров, в том числе и во всех практически европейских странах. К ней обращаются люди за помощью, когда трудно. А работа шахтера всегда связана с трудностями. Действительно, условия тяжелейшие. Вот сейчас, направляясь сюда, в машине, и общаясь с Аманом Гумировичем, я сказал, что с моей точки зрения есть три самых трудных специальности. Шахтер, космонавт и летчик-истребитель. Который требует колоссального напряжения сил. И огромным риском сопровождается эта работа. Но разве не огромным риском сопровождался подвиг наших воинов, которые защищали Родину, которые вставали и шли в атаку, не имея никакой уверенности, что они выйдут из этой атаки живыми и здоровыми. Есть такие работы, о которых даже слово говоря, о которых не очень удобно употребить слово работа. Есть такие служения, трудности и опасности которых невозможно компенсировать никакими деньгами. А почему же люди спускаются в забой? Почему садятся в кабину истребителей? Почему летят в космос? Почему делают много других дел? Почему борются с преступностью, идя опять-таки нередко один на один с опасным врагом? Разве вот все эти усилия возможно компенсировать деньгами или комфортно? Невозможно. Потому что там, где риск, там не работает никакая компенсация. Потому что никакой компенсации нельзя компенсировать жизнь и утраченное здоровье. Но люди идут и делают. Почему это происходит? А потому что внутри человека есть такой внутренний стеркен. Есть некоторая внутренняя такая пружина, разгибаясь, которая толкает человека вперед. Однажды человек известный в нашей стране, не буду называть его имя, с которым я близко общался, позвонил мне и сказал, я вот лежу в госпитале, не могли бы вы меня навестить? Он занимал высокое положение в правительстве, было ему 60 лет. Я спросил его, а что случилось? Придите, я вам расскажу. Пришел и увидел этого человека на растяжках, какого-то разбитого совершенно. Что случилось? Я решил, взял паузу, я решил с парашютом прыгнуть. Будучи членом правительства, 60 лет, будучи при этом еще и человеком-ученым, спрашиваю, а зачем это надо было? А он ответил, я иначе не мог. Я должен был это сделать, чтобы что-то доказать самому себе. И тогда я понял, что многие вещи мы в жизни делаем не потому, что это непременно нужно, или что за это непременно деньги получаешь, а потому, что человек иначе не может. Вот на этом качестве человеческой личности основывается весь проезд. Не было бы открытия иных земель, не было бы плавания через океан на уху с суденышем, не было бы героизма первопроходчиков земли нашей, которые без карты компуса шли на восток, преодолевая без дорог и без всякого ориентира тысячи километров пространства. Не было бы очень многого в роде человечества, если бы не было этой способности творить подвиг. Работа шахтёра — это подвиг, который совершается для того, чтобы просто существовала наша современная цивилизация, энергетика — это кровь нашей цивилизации. И вы знаете, какое большое значение имеет угольная промышленность, угледобывающая промышленность для функционирования энергетики и в нашей стране, и во всём мире. И ваша работа связана с подвигом. Но подвиг — это ведь понятие духовное, это нравственное понятие. Его невозможно определить математическими формулами. Его невозможно рационально сформулировать. Подвиг — это то, что вырастает из внутреннего состояния человека. Для того, чтобы совершать подвиги, нужно быть духовно сильными людьми. Мы победили войну, страшную войну Великого Отечественного. Не потому, что мы были сильнее врага, потому что мы духовно оказались сильнее. Мы шли на риски и на подвиги, не думая о жизни. Этой силой мы и победили. А потом уже присоединилась и техника, и опыт. И, как известно, разгромили самого страшного врага, какой только был в истории народа человечества. Вот эта сила духа. Без нее не может жить народ. Ведь без него и личность жить не может. Славный человек не всегда нуждается в помощи. Но кому-то нужно идти впереди. Ведь должны быть люди-ледоколы, которые прокладывают путь другим. Вот быть таким ледоколом, это означает быть духовно сильным человеком. И обращаясь сегодня к вам, мои дорогие, к кону Дня Шахтера, я низко кланяюсь перед вами. Благодарю вас за жертвенный труд. Я вспоминаю жертвы, которые принесены были вашими товарищами. Я знаю, что в каждом киловатте часов электроэнергии и в каждой единице измерения тепла ваш труд, ваш кот и капли крови. Я думаю, что весь наш народ должен это осознавать и с огромным уважением относиться к шахтерскому труду. Это, конечно, является большим вызовом для властей, для организаторов производства, с тем, чтобы делать все для того, чтобы труд шахтеров был достойно оплачен и чтобы были соответствующие условия жизни и работы. Я хотел бы поблагодарить вас, Аман Гумерович, за те труды, которые вы несете. Я знаю, как близко к сердцу вы воспринимаете судьбу шахтеров. Вы никогда безразлично не говорите о шахтерском подвиге, о шахтерском труде и о проблемах шахтеров. Хотел бы поблагодарить всех руководителей производства, которые заботятся о том, чтобы улучшалась жизнь шахтеров и условия их работы. То, что я вижу здесь, на Березовском разрезе, производит, конечно, очень хорошее впечатление. Это современное предприятие, современное оборудование. Но там, где добывается уголь, там глубоко под землей. Такое бы оборудование ни было, там шахтер лицом к лицу с очень грозной реальностью. Я хотел бы сказать вам, братья, тем, особенно, кто спускается в эти забои, храните веру в сердце. Всегда молитесь. Потому что Господь нам споспешествует. Бог не поощряет лентяев, лодрей, не поощряет тех, кто, прикрываясь, как бы помощью Божией не исполняет своего долга. Бог идет навстречу только тем, кто трудится и кто имеет достаточную силу духа, чтобы рисковать. Но как существуют и зазоры между рационально просчитанным сценарием действий технологических и тем, что происходит на самом деле. Вот в этом самом зазоре есть то, что иногда люди говорят «удача». на лунам сопутствовала удача. Слово «удача» очень непонятное слово. У него нету рационального объяснения. А я это называю помощью Божией, вмешательством Бога. Господь входит в нашу жизнь и помогает нам в том случае, когда мы сами трудимся и когда намолимся. И поэтому для того, чтобы идти вперед во всех областях промышленности, транспорте, науке, в искусстве, в социальной жизни, мы должны научиться сопрягать труд, образование, полет мысли с верой и молитвой. Вот для этого мы здесь сегодня и заложили камень храма в честь святой Великомученицы Варвары. И пусть ее молитвами Господь преклонит милости и к шахтерам разреза Березовского, ко всем шахтерам Кузбасса, ко всем шахтерам, которые трудятся во благо людей. Радуюсь возможности еще раз хочу сказать посетить вас в канун вашего профессионального праздника. И пусть Господь всех вас хранит. А каждому из вас в память о нашей сегодняшней молитвенной духовной встрече я хотел бы передать изображение Христа Спасителя, маленькую иконочку с благословением Патриарха. Берите ее с собой, когда вы будете спускаться под землю. Храните ее у себя дома, обращайтесь к Господу за помощью. И он всегда слышит искреннюю, сердечную, исполненную чистой верой молитву. А если бы не было так, а было бы иначе, то давно бы не существовало никакой веры и никаких храмов, потому что люди не приходят к колодцу, в котором нет воды. Мы с вами прикасаемся к колодцу, где вода жизни вечной. Помогай вам всем, Бог в ваших трудах. Спасибо. Ваши святые шутки, предоставите молитвенную память о вашем посещении разреза Перезовский и закладке камня в основании будущей часовни, преподнести икону с изображения святой великомученицы Варвары, которая является самым почитаемым святой в нашем Кузбасском регионе. И пусть эта икона всегда напоминает вам о шахтерах Кузбасса, чтобы вы молились о них в своих богослужениях, в своих патриарших молитвах. И пусть она будет видимым знаком, выражением нашей самой искренней сердечной любви тех, кто здесь трудится, тех, кто здесь живет, и администрации, и духовенства, и клира, и пускопасты. Примите ваше святейшество этот дар. Спасибо.